Доброго времени суток, дорогие зрители, в эфире The Linux Confront Project, и сейчас мы вам продемонстрируем четвертый выпуск нашего шоу Systemd in Action. В студии сегодня Пол Кэрти, приветствую, Иван Шаповалов, он же IntelFX, и ваш покорный слуга LikeAll. Сейчас я подключусь к нашему хосту и зайду в Tmux. Вкратце содержание этого выпуска. Изначально мы попытаемся продемонстрировать, что повреждение логов в JournalD не грозит повреждению самих логов. То есть логи останутся читаемыми, если мы повредим саму базу данных в JournalD. Это то, что мы не успели рассказать в прошлом выпуске о JournalD. Далее мы попробуем продемонстрировать передачу логов с одного хоста на другой с помощью Systemd, JournalGatewayD и прочих хелперов. Вообще там есть, по-моему, несколько способов передачи, несколько направлений. Можно забирать с хоста логи, а можно пушить с логи с хоста на сервер. Так, конечно. Далее, собственно, мы продемонстрируем настройку сети и переименование сетевых интерфейсов с помощью SystemdNetworkD. Ну и в заключение мы расскажем, зачем же все-таки нужны такие маленькие хелперы, как SystemdHostNameD, SystemdTimedateD, LocaleD и прочие маленькие хелперы, которые работают через дебаз. Ну что ж, давайте начнем? Давайте. Собственно, первым пунктом мы займемся тем, что намеренно повредим файл журнала. Systemd журнал, да? После этого пытаемся его прочесть и убедимся в том, что повреждение файла не приводит к полной его нечитаемости. То есть мы ожидаем увидеть, что исчезнут только те записи, которые будут повреждены благодаря встроенному чексуммингу бинарных файлов. Итак, мы будем работать с текущим файлом журнала, который находится в Rlog Journal, что-то там. Там используется машина ID. То есть ID текущей машины, которая задавалась при установке. Да. Собственно, перейдем в эту директорию. Вот, убедимся, что здесь есть ровно один файл журнала, но верифицируем его корректность. То есть, текущий журнал D имеет параметр verify. О, у нас файл журнала поврежден. Собственно, это после наших предыдущих экспериментов. Поэтому, что мы сделаем, чтобы начать с чистого листа? Мы его удалим и перезапустим машину. Это заставит Женуту Ноктейл создать новый файл, запитать в него данные заново. Он будет корректным. Чистым, как слеза ребенка. Так, убеждаемся, что машина наша доступна. Ага, хорошо. Мы видим, что машина наша доступна. Пока еще не поднялся SSH. Сейчас он будет доступен. Подключаемся к tmux. Ага, и сейчас мы будем убеждаться в том, что наши логи чисты и правильны. Да, а как уже было сказано, они хранятся по директории varlog.journal. Machine ID. Которые именуются согласно Machine ID. Собственно, продемонстрируем это. Вот, то есть под директории журналу имеет название, равное с файла adcMachine ID. Собственно, необходимость этого мы продемонстрируем чуть позже, когда займемся передачей логов с машины на машину. Итак, у нас есть все равно один файл. Фрифицируем его корректность. Собственно говоря, он корректен, как и ожидалось. Ну что ж, экспортируем его в текст, пожалуй. Да. Мы собираемся экспортировать содержимое бинарного файла в текст, пользуясь форматом export, то есть одно поле на строку. Простой формат, в котором практически ключ значения. Только в текстовом виде. Да, то есть это, грубо говоря, просто текстное представление бинарной базы данных. Поверим содержимое этого файла. Вот в нем, по сути, все содержимое бинарной базы данных в текстовом виде. Итак, повредим файл-систем журнал, просто записав в него один килобайт мусора. Может, изначально больше запишем? На всякий случай. Например, мегабайт. Просто диф у нас может получиться большим в таком случае. Да. В этом случае у нас может повредиться одна запись. Экспортируем данные еще раз. А как видим, Журноктейл не сообщил об ошибке. Файл коррапт также не нулевой длины. То есть, какие-то сообщения все же восстановились. Сделаем диф. О, и видим, что часть лога убилась. То есть, да, у нас есть поврежденная одна запись, которая целиком не вошла в новый лог. Да. Не было исключения каких-то полей и какого-то состава этой записи. Они полностью были исключены. Теперь мы можем нажать команду Журноктейл-верифай и проверить состояние системного лога. Да, собственно говоря, дальнейший логичный вопрос, который возникает в следующем, это а как, собственно, узнать, повредился ли лог? Если журноктейл читает его полностью прозрачно, не придавая значения ошибкам, вернее, пытаясь восстановить все, что можно, а как узнать, поврежден ли файл? Та же команда верифай. Вот. Она нам явно сообщает, что по какому-то там смещению пришло повреждение. То есть, запуская данную команду, можно проверить, были ли повреждения логов. Есть еще один вопрос, связанный с этой командой, с верификацией экономической целостности, это как, собственно, восстановить. То есть, после того, как верифай сообщил об ошибке, что делать дальше? Ответ да ничего. Как мы уже видели, журноктейл при чтении восстанавливает все, что может, а формат файла журнала и дуточности они предусматривают. Поэтому операции восстановления отдельные просто не требуются. То есть, она реализована за неимением ибыточности. В целом, скорее всего, это может быть перенесено на уровень файловой системы. Да. То есть, там, к примеру, какой-нибудь рейд или еще как-то. То есть, это не забота демона пишущим журналом? Ну, по сути, так. То есть, можно с тем спорить, но таковое решение было принято, что избыточности формат файла не содержит. Вот. Собственно говоря, на машине... А я еще заметил, что здесь можно увидеть, какое именно поле хеш-таблицы поручено, но и, собственно, это можно посмотреть, что было датовой после. Что было может подать. Ну, вообще говоря, думаю, что из этой информации из хеш-авсета вряд ли можно получить курсор, то есть, смещение... В смысле, не смещение, а именно курсор, который идентифицирует сообщение в файле журнала. Поэтому это скорее информация складочная. Вот. небольшой маленький хинт, такая подсказочка. Как вы заметили, мы задали формат в выводе логов. То есть, помимо экспорт-формата, у нас есть еще и другие форматы. Например, мы можем ввести формат логов в JSON. как мы видим, это обычный JSON, у которого курсор состоит из нескольких частей. То есть, как бы попад... Просто все поля экспортируются в формат JSON, в том числе обычно невидимые. Также мы можем убедиться, что это действительно валидный JSON, направив его в парсер. Собственно, именно таким образом, как с валидным JSON мы можем работать с логами и делать для этого какие-то обвязки, хелперы. Получая... И анонизаторы. Да. Получая более машиночитаемый вид для обработки логов. Ну да. Вообще, стоит отметить, что некоторые время назад пытались добавить в журналах ктл возможность вывода сообщений в непризвольном формате, как в GitLog, к примеру. Но пока что этой возможности еще нет. Что называется InMintime, можно пользоваться JSON-овским форматом, форматом экспорта, то есть оэкспорт. Вот. И в принципе, со всех помощи можно сделать машинную выработку запросто. Да. А теперь придем к следующему пункту. Это передача данных через сеть с машины на машину. Данных мы имеем в виду журнала. Да. У нас для этого есть три компонента. Да. поясню, что каждый из них делает. Первый это компонент, который запускается на машине, принимающей логи. Следующие два запускаются на машине источники. У нас есть два способа передачи лог данных. Способ первый это когда соединение инициирует машина, принимающая логи. То есть на машинные источники запускается специальный демон, это как раз gateway d. Вот. Систем дежурнал remote запускается в режим соединения к gateway d. И забирает из него все возможные логи. Ну или не все, если это указать. В данном режиме первая данных производится по протоколу HTTP. То есть экспорт формат инкапсулируется в HTTP. То есть другими словами можно получить логданные с помощью простого curl или чего-либо еще. Просто указав в HTTP заголовки требуемый формат. но мы продемонстрируем позднее. И способ второй это более традиционный который в принципе существует еще и в RCS логе. Это подобный способ. То есть когда клиент пушит на сервер. Да. Он обеспечивается с помощью того же систем дежурнал remote на log сервере который принимает логи естественно журнал upload работающего на машине сочники логов как понятно из названия upload отправляет данные на remote сервер. Вот. Соответственно в первом случае нам требуется чтобы был доступ в смысле можно было подсоединиться к машине сочнику логов. в втором способе к машине приемнику. У нас есть вторая машина на которой мы будем запускать по очереди gateway и upload а на этой машине мы будем запускать remote. Придемонстрируем эти способы. Поехали. мы коннектимся по SSH к другой машине чтобы монетировать собственную передачу. Ага. А еще только что пропал домен. Ладно, коннектимся по IP. Да, в никаком случае не используйте сервис home network. если точнее то 3dns of Raytorque вообще говоря сегодня случился первый сбой за полгода. Да ладно. неправильный IP? Нет. IP скорее всего правильный просто а то ли GSS API идентификация пытается пройти а то ли еще что-то. Просто нужно подождать. Часто бывает с этой машиной. или и вправду неверный IP. Сейчас. Да, и вправду IP неверен. Ну, собственно, да. Итак, в первом случае мы покажем способ с инициации соединения с приемником логов, а именно мы запустим на этой машине систем д журнал Gateway. а на той машине потом систем д журнал remote. Gateway. представляет собой миниатюрный HTTP сервер, который реализован с помощью micro-HTTPD. Вот он здесь установлен. Сейчас мы его запустим. На самом деле этот сервис является сокет-активированным, поэтому запускать мы его не будем, мы просто запустим нужный сокет. я уточню две наших слушателей и зрителей. Мы сейчас соединяем две машины с длиной белой IP и одна из них с анатом. Нет, обе машины имеют белый IP, потому что мы будем демонстрировать соединение как в одну сторону, так и в другую. Ага, отлично. В данном случае белая IP требуется от текущей машины, на которой сейчас фокус T-Mux. Потому что на ней мы запускаем сервер, а на машине, на которой сейчас левая консоль, мы запустим ремонт в режиме соединения к серверу. Я покажу содержимое сокет юнита. Как видно, это порт 1931. Так что у нас справа сервер, а слева клиент? Нет, наоборот. Справа сервер, а слева клиент. Вот. Мы запустили сервер, точнее подготовили его. Ну, собственно говоря, вот так, сокет стартовал. Сокет запущен, сервер еще не запущен, потому что не было ни единого соединения. теперь думаю, что можно закрыть консоль сервера. Он нам не пригодится сейчас. и почитаем ман по gateway.id, чтобы посмотреть, собственно, как нужно формировать к нему запросы. Потому что сначала мы продемонстрируем то, как можно подавать запросы к gateway.id с помощью обычного керла. то есть без какой-либо утилиты на стороне локсервера. А точнее локсервера, который сейчас встретится клиентом. Такой вертыш. как видим, мы можем придавать, вернее, мы можем соединяться к серверам, используя разные URL, и давать разные данные. URL, точнее путь брауз выдаст нам в HTML страничку, то есть веб-интерфейс для просмотра логов. Вот уже API, это другие URL. Да. Остальные URL представляют собой API машиночитаемый. Вот. По URL entry заступны все записи. Или фильтрация их с помощью параметров. Да, можно. В HTTP запросе можно указать формат с помощью заголовка accept и область, то есть диапазон записей, которые мы хотим получить с помощью заголовка range. Вот. Еще есть URL меш, при запросе которого gateway возвращает краткую информацию о системе. в формате JSON. Есть еще URL, вернее группа URL fields slash химия поля. При таком запросе gateway вернет список всех значений, которые данное поле принимало за всю историю логов. Также у нас есть HTTP заголовки. Да, те самые два заголовка accept и range. Accept принимает форматированный, в смысле имя представленный формат. Как видно, изманом можно попросить gateway посылать ответ в тексте, в JSON, в server sent events, это отдельный формат, мозиловский, кстати, и в его собственном формате FD-журнал, который эквивалентен тому, что мы получаем, запуская журнал KTL с форматом экспорт. Заголовок range позволяет указать диапазон. То есть, не просто диапазон, а offset, который мы пропускаем, и количество... Ну да, это и есть диапазон. При этом offset указывается в виде курсора. Курсор – это термин из журнала, который означает некоторый уникальный идентификатор записи. Вот. И можно указать курсор, с которого нужно начинать передачу логов, и количество записей. По умолчанию, как видно, предпочтутся все записи. Вот. А также к URL можно написать параметры обычным способом после знака вопроса. Параметры у нас есть follow, позволяющий попросить gateway отдавать только новые записи discrete, позволяющие просить gateway отдать только ту запись, на которую указывает курсор, указанный нами в заголовке range, а параметр boot, позволяющий ограничить обращаемые записи текущими, в смысле... текущие загрузочные сессии. И можно добавить также фильтрацию по позволенному полю. Собственно говоря, в мане приводится пример вызова Керла, так, чтобы он вернул нам какие-то записи, даже два. Ну, собственно, мы их и попробуем. Да, попробуем entries, только IP-шник, с такого хоза, естественно, поменяем на наш подопытный. Да, поскольку логов на этой машинке много, мы будем пользоваться параметром boot. Вот. Ну, что же, давайте пробуем. даже скорее попробуем в тексте сначала получить вывод. Спасибо. А, ну да. Дмян, все же. Будем по педресу. Вот, побежали логи. Как видим, да, уже довольно много, целый мегабайт, и это в текстовом виде, то есть дропая все поля, кроме собственно сообщений. Можем ждать его без логов. Ну, собственно, да, это оно. Теперь попробуем попросить кейтвейла вернуть нам логи в подробном виде, в смысле в формате предназначенном для экспорта, то есть со всеми полями. просто сменим значение заголовка accept на нужный нам формат. Опять же. Убежаем записи. Скорость уже больше. Я имею данных больше. Связано с тем, что машинка слабая, и такой экспорт требует меньше ресурсов. Хотя не знаю. Может просто на русском надо все уменьшилось. Итак, у нас уже 15 мегабайт логов. Все ввиду того же интервала. Вот. Мы видим тот же самый экспорт формат. Да. его можно импортировать в бинарную базу данных уже с помощью утилиты систем для журнала Remote. Кстати, да, ее можно использовать и в отрыве от своей передачи просто для импорта из формата для экспорта в базу данных. Собственно, сделаем это. да, эта утилита лежит не в пэс, она лежит в slash lip slash systemd просто потому, что она не предназначена для общего использования. Это специфическая утилита полувнутренняя. Не предназначена для вызова пользователем. Ну да, то есть администратором, поскольку она документирована, но не пользователем. Поэтому в пэс ее нет, она лежит в slash lip slash systemd. собственно мы можем попросить ее считывать данные стартового ввода, просто передав defis вместо имени файла. и попросим записывать его в файл, а не в директорию. То есть вообще по умолчанию она записывает в varlog журнал, вернее в поддиректорию с именем равным machine id удаленной системы. Кстати, вот для чего это нужно. Это мы позже продемонстрируем. Сейчас просто импортируем из файла в файл. Вот. Она закончила работу. Теперь на этом файле можно запустить жинок .tl. Вот, пожалуйста, все логи уже в формате журнал .tl. Да, кстати, на этом месте стоит заметить, что журнал .tl позволяет читать не только системный лог из фиксированного местоположения, а из произвольного файла или произвольной директории. То есть вообще говоря, нет никаких проблем с тем, чтобы сочетать логи системы, которая сейчас не запущена, скажем, при восстановлении. Вот. Таким образом, мы только что скачали керлом логи из зеленой машины и импортировали их в бинарную базу данных. Собственно, сделали верифай и сверились, что все хорошо. То есть импортировалось хорошо. Теперь мы воспользуемся вместо керла собственно этой же утилитой remote, системе журнал remote уже в режиме скачивания логов с машины. То есть она интегрирует в себя а также скачивальщик, грубо говоря. Так, она имеет параметр URL, который описан в help позволяет указать URL собственно запущенной копии gateway D, из которого нужно читать логи. Вот. Собственно, вызовем ее с этим параметром. На этот раз уже не будем указывать output, позволив ему писать логи в стандартные места расположения. Вот она подсоединилась к серверу и начала писать данные в файл var.log.gmail.remote. Здесь, собственно, строчка spawn.curl. То есть получается она запускает внешнюю утилиту? Она запускает тот же curl. А, да. Или у нее просто libcurl встроен? Можно проверить. Что стоит? Таки, да, curl внешняя утилита. Отлично. То есть утилита сейчас просто единовременно отработает, скачав твои логи? Да. Она, вообще говоря, насколько понимаю, она будет считывать эти логи пока не прервем. Если ее прервать, то логи не покараптится, естественно. А можно проверить. Здесь, собственно, появились файлы журнала. Ну вот, все хорошо. То есть все записи, которые она успела считать, она таки считала. Сейчас можно будет проверить, почитав логи, допустим, из этой директории. Как раз ключ минус d. Да. То есть все те же логи начинаются еще 19 декабря. То есть мы получили кучу логов и от логи моей домашней машинки, которые можно видеть с помощью декабря. Все все того же. усилитый ремонт, позволяет указать еще параметр сплитмод, а именно разбивать ли логи по хостам. Вообще говоря, здесь он не важен, потому что мы уже указали конкретную инстанцию gateway, Но она может быть полезна в другом режиме, который мы сейчас продемонстрируем. Сейчас, насколько я понимаю, у нас сервер забирает клиента логи. Ну, то есть лог сервер, то есть эта машина забирает логи с лог клиента, в смысле с того, кто генерирует логи. Вот. То есть это режим перевертыш. Вот. она все еще принимает. Да. Ну, видимо, ее можно запускать как сервис. перевать. Видимо, ее можно запускать как сервис. Да. Естественно, только юнит предусматривать самому, потому что стандартный юнит для системы джурнала ремонт оставляет ее работать в другом режиме. То есть в режиме push. Когда клиенты посылают логи на сервер. Да. А для этого режима предусматривать саму. Ну, в принципе, это не проблема. Вообще, как мы убеждались ранее, юниты, они же не только, грубо говоря, одноразовые. То есть через знак add можно указать параметр передаваемый. И, собственно, мы можем так запускать сервис ремонт логов через собачку передаваемый параметр хостнейма. Ну, да. Собственно говоря, можно так сделать. Просто поскольку возможных способов приконнектиться к gateway довольно много, вероятно, просто не стали писать юнит, потому что угодить всем случаям невозможно. Да, еще стоит отметить, что в данном примере мы не настраивали HTTPS, никакую авторизацию. То есть, грубо говоря, сейчас можно к машине источника подкорректиться из любого места интернета и забрать логи. Это, разумеется, не очень хорошо, но мы опустили настройку HTTPS просто для экономии времени, а вообще говоря... Это настройка VGTBD. Да, все три утилиты для придачи логов позволяют указать сертификаты и включить HTTPS. То есть, если вы не хотите, чтобы какой-нибудь человек посередине взял, просто стащил ваши логи, то вы указываете HTTP-ключик. Да, все описано в манах, там даже были какие-то примеры того, как создавать сертификат и его указывать, но мы просто опустили это здесь ввиду экономии времени. Итак, прервем получение лога и перейдем к настройке второго способа так называемого push, более традиционного, в котором источник логов соединяется с лог-сервером и отправляет на него сообщение сообразное их появление. Кстати, именно в этом режиме, насколько я помню, включается разбиение по Machine ID. Как мы видим здесь сейчас разбиение или вообще нет, или просто в имя файла записывается IP-адрес, точнее URL из которого мы получали логи. Итак, перейдем к настройке второго способа. пауза 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 двигает депутат пауза двигает ген пауза двигает Сначала мы должны запустить сервер, который будет принимать логи, а уже потом запустить systemd-journal-upload на клиентской машине, который будет эту логи самому передавать. Сервер у нас тоже сокет-активированный, получается? Да. В данном режиме systemd-journal-remote сокет-активированный, как и gateway-d. Посмотрим в конфиг systemd-journal-remote. Как видим, здесь настраивается режим разбиения по хосту. И те самые сертификатики. Да. Опять же, мы их опускаем, но не хватит времени. Точнее, просто, чтобы не раздувать перевествование. Итак, в принципе, все эти параметры умолчальные у нас устраивают. Посмотрим на сокет-файл и запустим его. В смысле, на сокет-юнит. Как видим, systemd-journal-remote использует уже порт 19532. Ну, чтобы не конфликтовать. Действительно. То есть, вообще говоря, у него сбраняется совершенно такая иерархическая система, когда одна и та же машина получает логи, отправляет их куда-либо. Все эти три утилиты имеют достаточную гибкость настройки, чтобы можно было их запускать одновременно. Да. Здесь мы уже воспользуемся уцелитой systemd-journal-apploat, которая позволяет передать логи на указанную инстанцию systemd-journal-remote. Параметры у нее довольно типичные. Systemd-user-merge directory-файл эквивалентные опции mn-journal-ktl. То есть, можно указывать, какие конкретно файлы мы хотим отсылать. Опять же, курсор. То есть, можно указать, начиная с какого курсора, то есть, начиная с какой позиции. Мы спираемся передавать лог сообщения. Есть параметр saveState, который позволяет автоматизировать слежение за позицией передачи. То есть, при указании этого параметра курсор, с которого нужно начинать передачу, считывается из файла, а после успешной передачи новый курсор записывается туда. Вообще говоря, все эти параметры указывать не нужно, потому что у нас есть готовый юнит для системного журнала upload. Давайте на него посмотрим. Как видим, он запускается под отдельным пользователем. Там уже указан параметр saveState. А хост, на который мы собираемся передавать, вообще говоря, нужно указать в конфиге. То есть, в рефлокном юните его нет. Сделаем это, укажем в конфиге наш хост, систем.dcf. Вот тот же URL, те же самые сертификатики. Укажем URL. Укажем URL. Укажем URL. Автокомплит на этой машине совершенно тормозной. Видимо, у тебя довольно слабые машины. Да, это одноядерный ARM 0.8 Гц. 0.8. Да, то есть, это пример того, что в системе D прекрасно себя чувствует на ARMе. Да, как видим, башкомплитшин гораздо более медленный. Систем D журнал upload у нас фейлился. Как видим, он сфейлился, потому что он не смог создать директорию в URL в системе D. Точнее, в URL в системе D журнал upload. Стоит. Стоит это файл, но он не смог создать директорию. А, ну, создадим. Это выглядит как проблема интеграции или даже, более вероятно, просто забытого сниппета в TMP files. Надо зарепортить. Просто зададим эту директорию. Руками не забываю указать о владельце, о владельце того юзера, по которому запускается система D журнал upload. Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Ну вот, территорию создали. Собственно говоря, передопустим системы D журнал upload. DimaTorzok Вот, он запустился, стартед. Все работает. Теперь посмотрим на log-сервер. Собственно говоря, можно видеть, что... У нас запустился сервис. Сейчас. Запустился только сокет. Интересно. Собственно говоря, Довольно странно он не запускается. Впрочем, попытаемся сгенерировать log-записи какие-нибудь. Странно, сервер не запустился. Почему же? Попробуй постучаться у него Туннетом с клиента. Ага. Журнал KTL... В смысле, журнал DimaTorzok запустился и тут же упал, потому что... Потому что что-то ему не нравится в отсутствии сертификата. Вообще странно. В смысле, да, как правило, часто он не принадлежит аминумuvre OOOO это 1 1 1 1 1 2 3 Кажется, я понял, в чем дело. Дело в том, что стандартный юнит для систем D-Journal Remote ожидает соединения HTTPS. Ну, собственно, да. Параметр LIST-NHTPS. Да, мы видим, что в дефолтном юните параметр LIST-NHTPS означает, что он будет ожидать HTTPS-поток на входе сокета. Ну, просто отредактируем этот юнит, сменив HTTPS на HTTP. Поскольку, опять же, в рамках нашего выпуска HTTPS мы не заморачиваемся. Да, кстати, мы используемся одной из довольно новых подкоманд в систем GTL. Она появилась, кажется, в 2018. А именно, возможностью редактировать юнит. То есть, нам не нужно знать полный путь к файлу юнита, чтобы его отредактировать. Ну, да. Нам не нужно его узнавать, вспоминать, где он лежит. А минус минус фулл – это параметр со всеми дропинами. Вот. А минус минус фулл означает, что мы хотим отредактировать юнит целиком. То есть, эта команда скопирует его в эдк и откроет редактор на скопированном файле. Без этого параметра у нас создастся новый дропин. В смысле, эдк системд, систем юнита .d, слэш, окажется, 50 override.conf. Это хардкор женное имя. Вот. Но, поскольку мы хотим изменить уже имеющуюся директиву, мы сделаем editful. . Перезапустим сервис? Ну, по моему, прийти его не надо. Нужно… А, он уже сокет активирует, да, я забыл. …нужно сбросить failed статус и перезапустить сокет. поскольку при ошибке запуска юнита сонки появляются в состоянии фейла. Продолжение следует... 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 Вот нарвались на багу. Можно еще зарепортить? Можно зарепортить. У нас получается сам бинарник Система Digital Remote свалился в корку. Ну да. Кстати, все-таки это не привело к падению системы, это отдельный бинарник, и все хорошо. То есть обе системы у нас продолжают работать? Обе системы у нас продолжают работать. Да. То есть просто упала передача, а init остался работать, потому что он к передаче не имеет никакого отношения. Да, init просто распределяет зависимости между запущенными сервисами и ничего более. Ну да. Вот. Ну, собственно, этим падением мы заканчиваем демонстрацию передачи... Блогов в JournalD. Да, стены в стену. Вот. Становим передачу на... Клиенте. ...состочники логов. Да, кстати, еще замечу, что почему-то у нас так и не получилось заставить его писать в поддиректории в Aronaut журнал... Machine ID. Станификаторы Machine ID. Тоже интересно, почему так. Видимо, что просто мы искали в каком-то другом режиме. Ну, тоже стоит разобраться. Ну что же, с переменой успеха мы это закончили. Теперь перейдем к NetworkD. Да. Очень интересная часть. То есть, приведение... Это получается как приведение настройки сети к формату SystemD. Ну да. Да. Собственно говоря, особенность NetworkD, как особенность... Не особенность, а просто точительная черта его файл настроек. Имеет тот же формат, что и юнит-файлы. Тот же и не подобный синтексис. Он же десктоп-подобный. И он написан в секциях MAN. Да. Разумеется, надокументированно. NetworkD. Можно, наверное, покинуть клиент. Да. NetworkD. Он пытается делать три вещи. Во-первых, да, он настраивается в директории AtkSystemD.network. NetworkD и компоненты ему соответствующие имеют три типа настройочных файлов, которые соответствуют трем функциям NetworkD. Файловые настройки с расширением Link описывают физические параметры интерфейсов. Каждый из таких файлов соответствует одному или более интерфейсам. Там есть секция совпадения, секция Match. И описывает параметры интерфейса, такие как MAC-адрес, ее можно переназначить, имя, которое можно изменить, MT, MTU. И прочие физические параметры. WakenLand, да. И прочие параметры, относящиеся именно к интерфейсу, а не к сети. Вообще говоря, файлы Link считываются не самим NetworkD, а одним из хелперов UDEF в процессе настройки интерфейсов. То есть они считываются каждый раз заново при настройке каждого нового интерфейса. и применяются немедленно. Файлы с расширением Network считываются своим демоном NetworkD и описывают уже настройки сети. То есть адреса, маршруты, D2E, DNS, шлюз, DNS-сервера и прочие параметры уже сетей. Это не физические параметры, это именно настройка сети. Да. И, наконец, файлы на DEV служат для создания, вернее, для описания создаваемых виртуальных интерфейсов. Их мы рассматривать не будем, потому что довольно специфическая функциональность. остановимся на первых двух типах конфигов и на задачах, которые можно выполнить с их помощью. В общем, наша задача будет довольно проста. Это перевести нашу машину с Legacy строящей сети стандартного для HELL и старых FEDOR на формат конфигурации NetworkD. Собственно, приступим. Также заменим, что у нас статическая конфигурация. То есть мы не получаем адрес по DHCP, мы пользуемся статическим адресом. У нас есть два интерфейса. Которые имеют кронические имена, всем привычные F0, F1 и LinkLocal. Да. Кстати говоря, имена интерфейсов, что называется, старорежимные, несмотря на то, что никаких действий по отключению переименования мы не производили. Это связано с тем, что эти интерфейсы задаются из панели управления виртуалкой, точнее, это виртуальные интерфейсы, и их имена уже считаются стабильными. Поэтому логика переименования их не трогает. Для начала еще мы можем показать, что в данный момент эти интерфейсы не управляются с помощью NetworkD. Да. У нас есть усилитель Network.tl, которая позволяет в настоящий момент только посмотреть на состояние NetworkD и то, какие интерфейсы он настроил, какие не настроил, и их состояние. Ну, собственно. Как видим, везде написано NotAvailable просто потому, что NetworkD не запущен. А можем запустить NetworkD. И мы видим в столбике Setup для всех трех интерфейсов значение Unmanaged. Это означает, что интерфейс не настраивается, вернее, не управляется NetworkD. Он не управляется NetworkD, но, тем не менее, Роутбол. Да, в последних интерфейсах имеют адреса, то есть они были настроены чем-то иным, и для NetworkD это не составляет никакой помехи. То есть, к слову, заметим, что с помощью NetworkD можно настраивать не все интерфейсы. Это совершенно допустимый сценарий использования. То есть, можно настроить какие-то статические интерфейсы, для которых остались антистические конфигурации помощью NetworkD, а остальные настраивать через NetworkManager или что-либо еще. Вообще, что угодно. Итак, посмотрим на нашу текущую конфигурацию. Как уже было сказано, сейчас оба интерфейса настроены с помощью Legacy средств конфигурации. Legacy в том плане, что они были всегда в Архел и Сарафедорах. Файлы конфигурации для этого средства лежат в AdSense Config Network Scripts. вот собственно три конфигура для Snorris, 1 и Loopback девайса. Как уже было отмечено оба наших интерфейса имеют статические адреса, то есть они настраиваются не через DHCP. Собственно говоря, мы просто перенесем эту настройку в Network D. Формат описываем как раз файлами .NETWORK и .NETLINK. В .NETLINK мы привязываемся к MAC-адресам получается или к старым каноническим именам. Думаю, что к MAC-адресам. Да, мы создадим два линк-файла, описывающих каждый по одному интерфейсу и назначим этим интерфейсом более понятные адреса. Вообще говоря, в нашей конфигурации S0 смотрит в интернет, а S1 в интернет нашего хостера. Собственно, это понятно из адресов, назначенных интерфейсом. В первом случае это 188 166 что-то там. то есть явно глобальный IPv4-адрес. Во втором случае это IPv4-адрес из подсети 10 ас-8 то есть private routable. Вот. Собственно, займемся переносом конфигурации в формат networkd. Сначала создадим два линк-файла. Да. Как обрабатываются линк-файлы? У нас есть уже один линк-файл, точнее не один, а три, но из них два нужны исключительно для контейнеров, поэтому по сути один. Посмотрим на них. линк-файла. Как видим, в этом дефолтном линк-файле настраивается политика назначения имени интерфейса и мак-адреса. значения опции на имполисе и мак-адрес полисе можно посмотреть в мане. Мы застряться на этом не будем. Отметим лишь, что эти опции, точнее, текущие значения конструктируют систем D, точнее, UDF в случае наличия уже пригодного имени и мак-адреса, где под пригодным понимается такое, которое не будет изменяться от запуска к запуску, то есть persistent, использовать уже существующие имени и мак-адрес. В ином случае имя будет сгенерировано сначала по базе данных HVDB, если там есть соответствующая запись. В случае отсутствия будут использованы атрибуты onboard, slot и path из атрибутов UDF для данного устройства. В общем-то это все может прочитать в мане. А мак-адреса, опять же, если он уже установлен, будет использоваться уже установленный. В противном случае сгенерируется произвольный и сохранится в varlib куда-то там для того, чтобы впоследствии мак-адрес не изменялся. Но в нашем случае имя уже пригодное, то есть ядро сообщает UDV, что переименовывать не требуется, это имя будет постоянным при ребутах. И мак-адрес тоже уже установлен, поэтому ни переименования, ничего не происходило. Вот. Создадим два линк-файла. здесь мы пользуемся двумя секциями Match и Link. Первая секция Match позволяет нам создать набор фильтров, выбирающих те интерфейсы, к которым будет применим данный линк-файл. Вообще говоря, линк-файлы обрабатывают в целом в видном порядке до того, пока будет найден первый линк-файл, к которому соответствует данный интерфейс. То есть каждый интерфейс будет последовательно сопоставлен к каждому линк-файлу, пока не будет найден тот, к которому удовлетворяют все условия. Вот. Он будет применен к интерфейсу, а остальные будут опущены. Именно поэтому мы начали имена для наших линк-файлов с числа 90, в принципе можно было любое число. Главное, чтобы эти имена были алфавитно ранее, чем 99-default. Потому что в этом случае 99-default обработается раньше, чем то, что мы напишем, и настройки из наших линк-файлов применены не будут. Ну, собственно, сейчас мы пишем линк-файл для внешнего интерфейса, то есть для S0 укажем MAC-адрес и более понятное, чем S0 имя. Секция Rx держит уже настройки, которые нужно применить к данному интерфейсу. сети. Секция говоря, MAC-адрес и имя это все, что мы здесь указываем, потому что опять же мы ведем базовую настройку сети. Нам больше ничего не нужно. Собственно, мы написали два линк-файла, назначив с их помощью интерфейсом читаемые имена. Теперь напишем, опять же, два network файла, в котором настроим сети на двух данных интерфейсах. Настройка сети будет заключаться исключительно в том, что мы укажем IP-адреса, стандартный шлюз и DNS сервера. Больше ничего мы указывать не будем, просто потому что в наших исходных диагностиках больше ничего нет. Опять же, здесь есть секция match. Здесь мы уже матчимся по имени. Да. Здесь мы уже укажем имя, причем имя, переименов, а после переименования то самое, которое вы указали в линк-файлах. То есть тут мы уже привязываемся к линк-файлам. Да, мы привязываемся к именам, которые мы задали в файлах .link. То есть здесь будет f-outer. Да. Посмотрим в маум. Наверное, это будет вот так. Хотя нет, не получилось. Мы можем выйти в другом буфере и посмотреть там. Собственно, да. Как и странно, строим tmux. Так, у нас вправду есть секция match, в которой есть параметр name. Мы можем матчиться также по другим параметрам. Да. В частности, еще здесь есть три параметра, позволяющая задать условия для применимости данного network файла. То есть, к примеру, мы можем попросить network d учитывать данный network файл только если мы запущены в какой-либо стим виртуализации. Или если в командной строке da присутствует указанный параметр. Или если мы запущены на указанной архитектуре. То есть, есть некоторые базовые средства для условного выполнения конфигурации. Но, опять же, нам они не нужны. Мы настраиваем безусловно. И сейчас мы смотрим в секцию network, где, собственно, происходит настройки сети. Мы можем описать эту сеть. Да. Как уже упоминалось, DHCP у нас не используется. Поэтому пишем DHCP no. нам будут нужны ключи. В смысле, директивы адрес. Эдрес. Причем их будет несколько. Их можно повторять. Да. Это, опять же, указано в мане. Их можно повторять. Одна директива адрес создает один адрес. Их может быть несколько, очевидно. Вообще говоря, директива адрес является сокращенной копией секции адрес. То есть, если требуется некоторая подробная настройка, то у нас есть целая секция адрес, которую можно использовать вместо директивы адрес. Опять же, одна секция адрес задает тоже один адрес. Но более того. Впрочем, нам не нужны эти средства, поэтому мы просто зададим обычную директиву адрес. Также мы зададим gateway. Да, у нас интерфейс имеет также шлюз. К слову, директива gateway также является сокращенной формой записи секции root. То есть, если нам нужны какие-либо нестандартные маршруты, мы добываем секцию root. Напомню также, что здесь не используют отдельные указания или используются отдельные указания в маске сети. То есть, она раздается через слэш. А также нет различия между IPv4 и IPv6 адресом. То есть, не отдельные опции. То есть, как могло бы быть, например, адрес 4, адрес 6. Все указывается в одной опции. Да. Опять же, в мане указано, что формат опции адреса gateway должен повторять формат импробатываемой функции iNetPton. А в ее мане, соответственно, указан формат для IPv4 и IPv6 адреса. Он совершенно обычный формат. Поэтому туда мы идти не будем. Ну и зададим еще DNS. Да. Нам потребуются еще указатели с ADN серверов. Их тоже у нас несколько. Директивы могут повторяться. Так или иначе, все. Никакие другие опции нам не потребуются. Вернемся к нашим настройкам. Старым. И перенесем их в формат networkd. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Итак, мы указали два адреса. Еще можно было бы 3DNS, наверное, указать IPv4. Я думаю, что это не требуется, я покажу почему. Хотя... Ладно, фиг с ним. Укажем. Лучше указать. В принципе, на этом настройка интерфейса базовое средство и нетворка заканчивается. Перейдем к следующему. Его классик еще проще. Здесь только один адрес. Без гитвея. Ни DNS, ни шлюза. Потому что, опять же, это интернет. Интернет. Вот. На этом настройка интерфейса средствами NetWorks заканчивается. Да. Также мы должны переместить... Вернее, куда-либо убрать старые конфиги. Это особенность федоровской... Поставки? Дистрибутива? Да. Заключается в том, что существуют правила UDEV, которые переименовывают интерфейсы согласно настройкам в exsysconfig. И оно выполняется раньше, чем переименование согласно .link файлам. При этом последнее устроено так, что если хотя бы одно переименование уже было выполнено, то переименование согласно .link файлам помояться не будет. То есть это... Это приведет нас к ситуации, когда... Новые имена просто не будут назначены. Поэтому уберем старые конфиги в отдельную директорию. И осталось просто отключить старый конфигуратор, отключить SystemD NetworkD. Вот. Как можно видеть... Network.service Это legacy сервис еще CISW-unit оставшийся. Вот. Его мы отключили и включили SystemD NetworkD. Да, кстати, как можно видеть из вывода SystemKTL, NetworkD почему-то тоже сокет активированный. Взглянем на Socket Unit. Здесь мы видим, что это необычный сокет, а так называемый RT-NetLink сокет. Он описывает соединение с ядром протокола RT-NetLink. Это означает, что NetworkD, если ему нечего делать, то есть если нет ни единого DHCP настраиваемого интерфейса, если ему не нужно быть демоном, он завершит работу сразу же после внесения настроек. Вот. А RT-NetLink сокет будет обеспечивать повторный запуск NetworkD в случае получения новых событий от ядра. То есть если появится какой-либо новый интерфейс, то NetworkD будет перезапущен и настроить данный интерфейс согласно конфигам, если еще настраивать. Сколько я знаю, с RT-NetLink сокетом работает еще SystemD и UDFD. Вероятно, я не знаю. То есть основная мотивация разработки KDBAS как раз избавление от NetLink сокетов и переход на D-BAS инфраструктуру. Ну, блин, я сомневаюсь, потому что это NetLink, это все-таки связь ядра юзерспейса. Просто проскакивали сообщения о том, что UDF с NetLink собирается перевести на KDBAS. Да ладно? Да. Как раз вот именно... Окей. Да. Было такое. Ну что ж, попробуем? Let's. Так что странно звучит то, что ядро начнет посылать события по OKDBAS. Ну, возможно, и такое. Ну, это не только для этих целей, но еще и для раннего взаимодействия с SMD и прочих компонентов. А, ну да. То есть, как минимум, это позволит NetWork-D иметь собственный D-BAS интерфейс. Просто потому, что он будет доступен прямо с самого начала, еще до того, как D-BAS сервер будет инициализирован. Вот. Ну, то ладно. Перезапустим систему. По идее, мы расстроили все. По идее. Желательно, чтобы не пришлось нам опять ли свинца консоли. Да. Ну, еще раз перепроверим. Вроде все у нас есть. Да, старая конфигия убрана. Убрали. По идее, можно перезапускаться. Ура! Мы получили настройку сети. Теперь мы можем посмотреть на то, как у нас сконфигурировалась сеть. То есть, ну, Network-State. Действительно. Как видим, теперь столбик Setup говорит в обоих случаях Configured и имена интерфейсов также не с 0 и S1, а те, которые мы задали. F-outer и F-inner. В данном случае гораздо более понятные имена. Мы можем понять, что у нас и куда, не заглядывая в конфигурацию сети. Ну, в общем-то, да. То есть, и в этом случае все, что привнес SystemD, это просто более-менее интегрированный способ все это настроить. То есть, как бы очевидно, и переименование интерфейсов было задолго до SystemD. Конфигурация, очевидно, тоже. Но в данном случае мы просто получаем более-менее интегрированный способ это все сделать. В будущих релизах, насколько я знаю, появится SystemD FirewallD, который позволяет редактировать правила IP-табл уже не по IP-адресам и портам, а уже в привязке к сервисам. Кстати, может быть сейчас поточный FirewallD. Да. Я слышал, что это собираются впилить в NetworkD. А, ну, может и так. Ну, то есть... Нет, есть такой именно Firewall, который работает в привязке к сервисам, а не к IP-адресам и портам. А. Ну, вероятно. В общем, да, так или иначе, это собираются впилить. Что ж, мы настроили сеть. Опять же, NetDev файлы конфигурации мы не рассматриваем, поскольку это довольно специфичная функциональность. Напомню, она позволяет создавать виртуальные интерфейсы. Это нужно по большей части для контейнеров. Хотя нет, не только для контейнеров. Те же виланы и мосты нужны довольно часто и без контейнеров. Но это довольно специфические вещи, поэтому мы их не рассматриваем. А по ним, разумеется, тоже есть MAN. Вот кому интересно, могут почитать типов виртуальных устройств довольно много поддерживается. Хотя, опять же, для большинства из них стройки пока что довольно базовые. Если их не хватает, опять же, никто не решает настраивать как-либо иначе. Как уже упоминалось, NetDev совершенно нормально относится к интерфейсам, настраиваемым в обход NetDev. К тому же NetDev совершенно опционален. Если вам по каким-то причинам не нужно его использовать, вы можете исключить его из сборки. Ну, в том числе, да. Ну, и можно также использовать Network Manager с NetDev. Можно просто анициализировать базовые интерфейсы с помощью Ring-файлов. А там уже им управлять будет именно NetDev. Да, в том числе. Вообще говоря, Network D сейчас довольно статичен. Какую-либо изменяемую конфигурацию он не поддерживает. То есть, он считывает свои конфиги только один раз при запуске. Вот. Это все, по идее, собираются изменить. Но в настоящий момент, Network D это довольно базовая система, пригодная только для статичной конфигурации. Вот. То есть, какая-либо динамическая конфигурация в виде Wi-Fi сетей и прочего, вот это вот все не предусмотрено. И настройки... Пока что не предусмотрено. Настройки VPN и прочих сетей. Опять же, VPN тоже... Wi-Fi вроде бы я видел, что в мануале. Wi-Fi я где-то видел в мануале, может где-то пробегал. Может уже он поддерживает. Нет, нет. Вряд ли. Как бы... Как бы... Тот же VPA и все остальное, это капитация совершенно других усилит. То есть, там, субликант... Ну, может как-то там субликант подключается, но... Явно не пыталась. Ну, может быть. А так или иначе, связанная с NetworkD, есть еще один небольшой демон, одна небольшая фича, а именно кэширующий DNS не сервер, а скорее прослойка между Галипси и DNS серверами. То есть, скажем так, кэширующий ресолвер. Эта штука называется SystemD ResolveD. Все, что она делает, это... Получение информации о DNS серверах от NetworkD. и введение собственного файла ResolveConf. То есть, кстати, да, именно этот компонент ответственен за введение ResolveConf. Пока что у нас этот файл никем не ведется. Вот. Исправим это, запустим SystemD NetworkD. И покажем, как его можно использовать еще и в качестве кэширующего ресолвера. Начнем. ResolveD создает свой вариант ResolveConf не по стандартному пути. Его вариант находится в Run SystemD Resolve. Это сделано специально для того, чтобы по умолчанию ResolveD не влиял на сетевую подсистему. То есть, если используется, к примеру, какой-нибудь там DNS mask, то его можно направить на считывание ResolveConf, генерируемого ResolveD, при этом заменять общей системной совершенно не обязательно. Но в нашем случае, помимо NetworkD и ResolveD, а сетью здесь больше не управляет ничего, поэтому мы просто сделаем SimLink из этого файла в общей системной. Как видим, мы получили здесь все те же три name-сервера, указанные нами в конфигурации для S-Autor. И заодно комментарий о том, что этот файл автоматически сгенерирован на ResolveD, его не стоит детектировать. Вот. ResolveD имеет еще одну фичу, а именно кэширующий ресовер. В отличие от таких программ, как DNS mask, он не является прокси-DNS сервером, то есть он не представляет виртуальный DNS сервер, к которому можно присоединиться путем указания его в ResolveConf. Для этого представляет так называемый NSS-модуль, который встраивается в Galaxy и позволяет любой программе, использующей Galaxy, так или иначе, косвенно или прямо, использовать кэш-запросы. А именно. Есть файл add-kns-switch-conf, в котором мы можем, в честности, указать способы, которыми будет приобрететься Resolving имен. В нашем случае здесь есть четыре таких способа. Files — это считывание соответствий из add-khosts, DNS — это встроенный в Grypsi Resolver, который использует add-resolve-conf. MyHostName и MyMachines — это также NSS-модули, поставляемые с systemd, которые, каждый из которых Resolvit некоторые фиксированные имена, а именно MyHostName Resolvit с строку localhost и имя хоста в 127.0.1. MyMachines Resolvit имена контейнеров в IP-адреса их виртуальных интерфейсов. Опять же, если таковые есть, если контейнеры были зарегистрированы в Mesh&D. Это демон, входящий в состав систем D, который управляет контейнерами. Собственно, что нам нужно сделать для того, чтобы использовать Resolve D, это заменить DNS, или не заменить, а дополнить, мы заменим на модуль Resolve. Проверим, что функциональность Resolve D не нарушилась. Собственно, мы получили IP-адрес, соответствующий доменам имени Google. Вы, вероятно, заметили некоторую полусекундную задержку после ввода команды и до выдачи имени. А запустим эту же команду заново, мы получили IP-адрес практически моментально. Сдержка пропала. Считается, что хэш работает. Вот. Утилита NSLOOKUP, которая обращается напрямую к DNS-серверам, также работает, и она использует сгенерированный Resolve D... Кэш? Нет, не кэш, а файл Resolve Conf. То есть NSLOOKUP обращается напрямую к DNS-серверам, поскольку это команда для общения с DNS-серверами. На этом мы заканчиваем обзор компонентов систем-д, связанных с работой с сетью. Да. И, пожалуй, мы приступим к обзору маленьких хелперов, которые присутствуют в некотором количестве в систем-д. Для начала, для чего, собственно, все это нужно? В общем, все эти маленькие хелперы, типа как SystemD HostNameD, SystemD TimeDateD, SystemD LocaleD... Многим может показаться, что это полнейший бред. Зачем это нужно? Зачем отдельный демон для установки хостнейма? Для установки даты? На самом деле, подобные демоны раньше присутствовали в КДЕ. То есть, у них свой какой-то демон был, с которым общались под дебаз, и они запускали его от рута, и с которым они, собственно, передавали параметры задаваемые. С чего, в общем, вся эта история началась? Позвольте мне небольшой экскурс сделать. Наш замечательный разработчик ядра операционной системы Linus Torvalesetta дал своей доченьке ноутбук в школу. Что из этого вышло? Доченька пришла расстроенная и сказала, что папа не могла подключить в школе принтер. А почему она не могла подключить принтер? Потому что требовала рутового пароля. То есть, не получилось. Взаимодействие после этого Linus разразился грозными письмами о том, что сделайте уже нормальный десктоп. Почему такая проблема? Почему в том же Ясте я не могу просто задать параметры настройки для девайсов и прочих параметров, которые вполне может задать обычный пользователь? И, собственно, после этого начали появляться динамический менеджер прав доступа PolicyKit, который также, по-моему, работает по дебаз, и там можно описывать правила динамического доступа, более гибко их раздавать всем пользователям. Права там раздаются, насколько я знаю, на доступ к устройствам и на доступ к прочим системным настройкам. Скорее так, PolicyKit нужен для раздачи прав на дебаз-вызовы. То есть, он тренируется с дебаз и позволяет авторизовывать или не авторизовывать какие-либо дебаз-вызовы. А права на устройство сдают... Раньше им занимался консоль-кит, а теперь логин-дэ. И, собственно, после того, как пользователь получил право на дебаз-вызов, он может послать дебаз-вызов в TimeDateD, например, и задать системную дату. То есть, да. Чем этот подход лучше, чем традиционный? То есть, вообще, зачем это нужно было делать? Просто за тем, что традиционный подход – это какой-либо суидный хелпер или вообще не суидный, а требующий ввода рутового пароля для запуска, который, собственно, занимается настройкой. То есть, грубо говоря, чтобы сменить хостнейм, там, ДЕ просто делала... Форкала процесс. Какой-нибудь KDE-судо, к примеру. KDE-судо хостнейм. KDE-судо спрашивал у юзера пароль. Вот. И... да. То есть, это многих вводило в заблуждение, как сказать, не знаю... Слово вот такое, которое подходящее под ситуацию, но я часто забываю, как надо сказать, фрустрация. Вот. То есть, пользователь огорчался тем, что ему нужно знать пароль суперпользователя для того, чтобы задать всего лишь дату. Да. Собственно, как это решается с помощью тех микродемонов, которые мы наблюдаем в количестве аж четырёх штук в составе СССИМД? Эти демоны, в принципе, не являются демонами в том плане, что они не являются постоянно запущенными. Они являются дебас-активированными. Да. Именно. Предлагается... Теперь предлагается задавать все эти параметры путём обращения к каким-то заранее определённым методам ношения дебас. В данном случае мы можем задействовать policy kit для более гибкой раздачи прав на эти самые вызовы. То есть, более гибкой в том плане, что в правилах policy kit можно, к примеру, написать, что права выдаются суперпользователю всегда, пользователям такой-то группы тоже всегда, а простым пользователям только если их сессия сейчас активна. Или, к примеру, только если пользователь является последним активным в системе. это как раз имеет место в случае вызовов облаги МД насчет завершения работ системы. То есть, это, конечно, можно выразить с помощью судов или с помощью суидных хелперов, но, блин, придётся иметь по одному хелперу надействию или какую-то очень надействистую систему категорирования, которая, в общем-то, отличаться от policy kit уже не будет. Вот. Таким образом, вся суть этих самых микродемонов сводится к тому, чтобы позволить вызывать кого-то по шине. То есть, этот демон запускается дебасом при произведении вызова к какому-то методу на шине. Демон запускается. Почему демон? Потому что он не приотачен ни к какому терминалу по определению демон. Выполняет своё действие и завершается немедленно. То есть, формально это демоны, а на самом деле это дебас активируемый, это программы, которые живут пару миллисекунд. Вот. В нашем выпуске мы не будем касаться policy kit и авторизации, просто потому что мы работаем под рутом. Мы не имеем десктопной сессии. Да. Мы не DE, не имеем DE. Но тем не менее, мы можем понимать дату. Да. Мы продемонстрируем, как, в принципе, производится обращение к методам ношения DEBUS, просто вручную поменяв дату системы с помощью timedate d, но без с помощью timedate ktl. Да, к слову, timedate ktl делает то же самое, что мы сейчас собираемся проделать, просто автоматически. Равно как и любая другая ktl утилита и составы systemd. они все просто обращаются к следствующим DEBUS именам. Мы просто хотим понять, что происходит именно внутри этого процесса. То есть, DEBUS это не то что-то такое нечто страшное, закрытое, это вполне себе шины, которые можно наблюдать все происходящие процессы. Да. первое, что мы сделаем, мы продемонстрируем то, как вообще говоря, обращаться к DEBUS объектам и то, как устроена иерархия методов и интерфейсов на этой шине. У нас есть специальная утилита также из этого systemd. Она называется basketel. Она была написана потому, что все существующие не так давно существовавшие не так давно методы доступа к DEBUS из консоли были довольно страшными на вид. То есть, их было трудно использовать. Опять же, basketel это просто еще одна реимплементация, которой чуть удобнее пользоваться. Ну, ранее, напомню, был DEBUS-цен. да, или там разные гуичные средства типа да, еще есть либо вернее, баскетель был допилен, и у меня его состояние только в системе D218, поэтому мы продемонстрируем и обращение к DEBUS с помощью баскетель и с помощью DEBUS-цен, который есть почти везде. Первое, что мы сделаем, это мы получим список методов и свойств, представляемых главным объектом Systemd, а именно объектом, создаваемым самим именитом. он называется org afridisktop systemd1 поехали. Поехали. Что мы здесь видим? баскетель такоманда следующим параметром она принимает схеме объекта на шине вторым параметром путь внутри этого объекта тоже термин либо специфичный а я забыл параметр introspect собственно действие мы хотим посмотреть список методов свойств сигналов по этому пути данного объекта на шине собственно вот то он и есть мы видим четыре интерфейса которые реализуются этим объектом да собственно дебас более-менее объектно ориентирован то есть в иерархии дебас объектов прослеживается собственно некоторые элементы из объектно ориентированного программирования к примеру каждый каждый объект реализует какие-то интерфейсы в каждом каждый интерфейс это совокупность методов свойств сигналов плюс у них есть например сигнатуры и возвращаемый результат да ну то есть это обычные методы параметры результат мы не будем вызывать никаких таких методов мы сейчас заинтересованы в изменении даты да то есть это я сделал просто для того чтобы показать как оно выглядит это список того чем позволяет рулить сам систем д то есть сам нит в принципе то же самое можно сделать с помощью дебас но мы сделаем то же самое интерспекцию через дебас как видим старый отпуск получился сильно длиннее опишем что же мы здесь делаем во-первых мы обращаемся к системной шине их несколько есть системная есть сессионные шины по одной на каждый логин пользователя ну вернее не на каждый консольные логины сессионных шин не имеют обычно не имеют хотя могут иметь дальше что мы делаем это вызов метода да интроспекция на самом деле это вызов особого метода что довольно красиво абстрагируется команда баскадель но здесь у нас варитиско-уровневая штука print reply мы хотим получить ответ и вывести его в консоль параметр dest задает объект которому мы отправляем вызов дальше мы указываем путь внутри этого объекта и последним параметром интерфейс и метод через точку то есть это метод introspect интерфейс org free desktop debas introspectable собственно я это переписал из вывода introspect выше вот мы получили ответ который на самом деле является довольно длинным xml который по идее можно прочесть но но лучше не стоит да а вообще сам обмен данными в дебасе он какое-то время же был в качестве xml структур или нет или только наружу выведен xml я не знаю может быть да собственно говоря мы продемонстрировали различия между дебасе и баскетель ну чтобы все это было видно еще раз я пожалуй сделал его так мы видим полностью весь этот вывод то есть видим что каждый метод каждый сигнал описывается внутри довольно длинного xml да теперь что мы хотим сделать это изменить время скажем на час туда обратно с помощью обращения к time.id что сначала про интерспекте эту шину ну да конечно имена интерфейсов я не помню time.id 1 да нужный нам интерфейс в смысле объект и путь это org free desktop time.id 1 без буквы d почему используется цифра в конце потому что стандарт может быть в какое-то время изменен и тогда чтобы не обращаться к старому стандарту можно будет перейти к новому. то есть это что-то вроде последнего шанса менять версию да это последний шанс менять версию так что если вы вдруг обнаружили что старый метод не работает или старый метод может быть как legacy но будет выдано предупреждение что уже появился новый интерфейс у да новые объекты ну пока я не видел примеров такого то есть везде где в присутствующих системах я видел дебаз 1 полкит 1 системе 1 и прочее то есть ограничивается цифра 1 собственно вот все что нам позволяет делать интерфейс в смысле объекта таймдейт 1 то есть это все что умеет делать таймдейт д как видно они очень много у него есть какие-то свойства это текущее время текущая таймзона параметры синхронизации с NTP и несколько сетторов позволяющих установить время и таймзону и значение флаг того собираемся ли мы синхронизироваться с NTP и флаг того в каком виде хранится время в реалтаймклоке может храниться в UTC или в локальной таймзоне первое это то как всегда было и скорее всего останется в линуксе а второе это то как всегда было и совершенно точно останется в винде вот мы хотим изменить время нам нужен метод setTime который принимает три параметра это описано в сигнатуре первый параметр это время в микросекундах на котором хотим сдвинуться второй параметр он у нас определяет авторизацию нет 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 третья авторизация а второй определяет собственно сдвигаемся или устанавливаем время начиная с начала эпохи все это описано в доке по time.id точнее по интерфейсу time.id вот здесь мы видим только сигнатуру описывающую количество параметров и их типы x это у нас long integer насколько я знаю int64 а int64 это вам не сих здесь все фиксировано вот bestwest набули вот ну давайте сдвинем время на час вперед к примеру давай будем пользоваться баскетейлем для изменения туда и дебасен для изменения обратно поехали в в в в в в в Продолжение следует... 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 Поехали. Продолжение следует. Это вызов метода, это объект org.freDesktopTypeDate1. Объект назначения. Ну да, то есть тот, в который посылаем. Да, в который мы посылаем. Вот, дальше путь внутри объекта, дальше интерфейс.метод, а дальше здесь немного другой способ записи параметров. Мы указываем каждому параметру тип отдельно. В формате тип двоеточие значений. Ну, если нигде не ошибся в строке. Ну, теперь мы можем вызвать date. Кажется, не ошибся. А, минус. Стоп. Весело. Да. Очень интересно. У нас время... Еще одно час перевелось вперед. Да. Что? Совершенно точно. Стоп. Нет. Не перевелось. А, был... А, да. Не перевелось. То есть, она вообще не перевелось. Ага. Ну, я не знаю, что... Что, может быть, не так? Она точно видит минус. Так кто его знает? Минус. Инк 64. А давайте запустим интроспекцию, в смысле, монитор. И посмотрим, какое сообщение передается в башине в момент вызова дебасэн. Да, ты можешь сплитнуть экран и показать монитор. Да. Баскеттелл имеет под команду монитор. Да. Естественно, это уже было в виде adibas-монитор. Монитор-систем, естественно. Да, вот. Кстати, у вас монитор запущенный без документов. Она пытается подсоединиться к сессионной шине. И, как видим, сессионной шины нет. Механизм ее автозапуска почему-то привязан к эксам. Да. Почему, неизвестно. Но, так или иначе, сессионной шины нет. Запустить ее не удается. Но нам и не нужно. Есть. Решим соединение с системами шины. Мы получили какой-то ответ. Который больше того, что влазит в экран. Взлетаем. Вообще говоря, в этом выводе разбираться довольно трудно. Потому что, как мы видим, в процессе... Вернее, для обработки нашей команды был запущен демон-тайм-дэ-ди со всеми вытекающими сообщениями на тему создания задачи запуска, завершения задачи запуска, изменения состояния юнита и так далее. Вообще говоря, трудно что-то здесь прочесть. Давайте просто попросим дебосцент напечатать нам результат. Может, что-то там скажет. Ничего внятного. Ничего внятного. Определенно. О! Кстати говоря, вернулось. Замечательно. Почему не с первого раза, я совершенно не понимаю. Ну, теперь можно еще показать интроспекцию в... Точнее, монитор в BASC-KTL. Да. Сейчас. Да. Ну, давайте, чтобы увериться, что глюк не в тайм-дэ-ди, еще раз смеем время туда-обратно, но уже пользуясь BASC-KTL. Передвинулась. Соответственно, обратно. Ага. Мы забыли заэкранировать опции. Потому что, как известно, с единичного дефиса начинаются короткие опции, а у нас ставят они опции, а в плане себе параметра. Куда-обратно перевинулась. Ну, и сейчас мы можем посмотреть, что... Сейчас мы можем посмотреть, что у BASC-KTL есть собственный монитор. Мы видим, что здесь показаны все вызовы, которые осуществляются. Шинги-бас, куда они идут и что они изменяют. Ну да. Вот, кстати, пара сообщений на тему того, что тайм-дэ-ди остановился. Попробуем еще раз поразвлекаться нашей любимой игрушкой. Менять дату туда-сюда. Мы видим, что у нас пошли сообщения. Примерно в... Только в более читаемом формате, не в... XML-е. Показывал бы, где BASC-монитер. Да, мы видим, что у нас еще параллельно сработал таймер. Собственно, чего бы не сработать. Вернее, еще нету. Он не сработал, сменились свойства. Видимо, ввиду того, что менялось системное время. То есть... Естественно, мы видим сообщение о том, что изменились свойства юнита тайм-дэ-ди. Это в ходе его запуска. А нет, это в ходе остановки. Это еще до того, как мы сделали BASC-тель-коу. Промотаем до состояния... Промотаем до нашего вызова. Интересных стих дел. Промотаем дел. да, конечно, довольно затруднительно здесь что-то найти, хоть и будет более читаемо и даже... Можно обыкнуть в Pager и сделать follow-up. А, ну да. Что, let's do it ещё раз. Да, ну, например, let's pipe let's. И лучше даже файлов уже потом по нему let's. Думаешь так? А как let's относится к выводу, который... Он же вроде умеет его follow-up. Достаточно нажать shift-f. А, log. Да, попробуй. Никто не мешает. Так, shift-f мы нажали. Вот. А может вопросительный знак? Если поиск. Однако. Не нашлось. Не нашлось. Странновато. Это смена свойств юнита. Ещё одна смена свойств юнита. Это сообщение о том, что задача завершилась, задача появилась. Давайте посмотрим в манго-баскетель. Может, он отлавливает не всё по умолчанию. Возможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Забавно. То есть, входящие сигналы у него не мониторятся? Ну, то есть, такое ощущение, что он отлавливает только сигналы, а не вызовы. Или, что более вероятно, баскетель работает... Хотя нет. Это вряд ли. Баскетель работает системной шиной. Да кто его знает? Так. 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 Как видно, девас-монитор тоже не смог это поймать. Я не знаю, по какой причине. Может быть... Вызовы не мониторятся. Да вот, скорее всего. То есть, как можно видеть, здесь только сигналы. Должны быть ещё и вызовы, как минимум, о том, что требован запуск юнита, остановка юнита и так далее. Ну, тем не менее... Может быть, это общее ограничение. Тем не менее, мы показали, как это работает и как оно выглядит изнутри. То есть, эти help... Ну да. Существление таких базовых операций, как задание имени компьютера, он же hostname, locali, дата времени и ещё какой-то help есть. locali, timedate, hostname и ещё, ну, как бы... А четвёртый – это логинда. А. Хотя он более тяжеловесный, чем... Остальные. Три. Да. Вот. Собственно говоря, всё, что мы сделали, можно сделать с помощью timedate.ktl. Есть подкоманда settime, которая делает ровно то же самое, что мы только что делали с помощью bass.ktl и прочих левел команд. В чём ещё плюс задание времени через дебаз для приложений, десктопных? В том, что они могут получить потом уже бродкастный месседж о том, что время изменилось, надо его у себя поменять. Ну, то есть, это, в принципе, не то, что плюс задание времени через дебаз. Вот. Но, да, дебаз довольно удобная штука для разработчиков разных интегрированных HDE и прочего. То есть, можно спорить, нужно ли оно в каких-то специализированных окружениях. Вот. Но в общем пользовательском таком случае концепция довольно удобная. Ну что ж, на этом мы рассмотрели сегодня всё, что мы хотели. Да. Да. Отдели, скажем, про слов про контейнер. Мы хотели рассмотреть также средства в составе систем D для работы с контейнерами. Благо, в 219 версии их появилось довольно много. Но, как выяснилось, почти все они крайне сырые и пока что пользоваться ими затруднительно. Вот. Поэтому будем ждать, пока допилит. Вероятно, к версии 220 всё уже исправится, потому что даже на данный момент в списке рассылки уже стали появляться какие-то патчики, исправляющие часть из тех проблем, которые мы наблюдали при подготовке данного выпуска. Возможно, к следующему выпуску эти средства будут уже готовы к использованию. А кто знает, систем D – это постоянно развивающийся проект, и в нём постоянно открывается большое количество возможностей для пользователей, для системы администраторов. Ну да. И параллельно с кучей ребаков. Вообще говоря, у систем D есть стейбл-ветка, которую ведут разработчики различных дистрибутивов, которым важнее стабильность. То есть, к примеру, там дебиеновцы, хежрадхатовцы, вот. И туда довольно всё бакпортируется. Ну то есть, как бы, разработчики помечают какие-то коммиты пригодные для бакпортирования, поэтому можно сказать, что стейбл-ветка у систем D есть. И то, что в основном релизном цикле иногда появляются довольно важные версии – это не столь страшно, как можно подумать. То есть, не ожидайте, что они появятся прямо сразу в вашем дистрибутиве. Ну да. То есть, если я не ошибаюсь, систем D есть стейбл сейчас то ли 208-й, то ли 215-й. 215-й используется в дебиджесте. Ну это в дебиене, да. Какой систем D есть стейбл, не помню. Вот. Федора, он всегда более-менее свежий. Ну это Федора. Да. Ну и Arch Linux тоже. Ну а в Arch, надо полагать, скоро прилетит 219. Вот. Я не знаю, конечно, как его используется в AirHell, по-моему, 208 раз. Да. В AirHell очень такая стабильная платформа, но, тем не менее, они захотели не продолжать использовать Gnome 3.8, а уже идти дальше. Угу. То есть, меняться уже во время, в течение релиза, не фризиться. Мило. Вот. На этом все. Да. На этом все. Всем спасибо. Ждем ваших отзывов. Спасибо, до встречи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон».